Значит, здесь стоит вентилятор, который создаёт псевдопоток. Зерно как будто получается в взвешенном состоянии. Добрый день. Добрый. Евгений Валентинович, расскажите про вот эту линию. Что это, для чего это, как это работает? Значит, линия подпадатолки семенного материала заключается в том, чтобы вся линия ориентирована на нетравмируемость зерна. То есть все здесь механизмы, которые находятся в этой линии, являются нетравмируемыми. Значит, предварительно очищенное зерно, то есть это первичная очистка, поступает в бункер. Поподробнее про предварительную очистку. Это агрегат вашего производства? Да, это наше производство. Значит, здесь этот агрегат предварительно очищает от крупных примесей, от мелких примесей и пыли, которая выходит через циклон. Так, давайте от крупных примесей за счёт чего? Крупный, значит, стоит, идёт противоток воздуха, засыпается семенной... Это всё здесь? Значит, там вверху идёт засыпка предварительного материала. Она проходит через канал, где идёт противоток воздуха. Очищает его от пыли, от крупных примесей летучих. От лёгких? Эти примеси более тяжело оседают. Посадочную камеру там небольшая, шнек есть, который выбрасывает вот в это отверстие. Эти примеси. Лёгкие же примеси и пыль у нас идут в циклон. Циклон, понятно. Из циклона выходит чистый воздух, вот. Дальше загружается вот в этот лоток. Вот, ну пойдёмте с той стороны посмотрим лучше. Ага, вот в центр попадает, да? Да, попадает в центр. Это барабан. Барабанный сепаратор. Значит, здесь идёт, попадает в первый барабан, он отбирает крупные колоски, палки. Всё остальное зерно просыпается во второй барабан. Колоски, палки, куда у нас проходят? Вот у нас есть лоток, и в бок выходит всё это. Всё это сюда попадает и уходит? Да, выходит. Значит, сам барабан регулируется по наклону. Там есть стоит гидроцилиндр. Гидроцилиндр, да. Небольшой наклон, это для увеличения производительности, уменьшения, для того, чтобы зерно стекло. Ну, это в зависимости от сорности смотрения, да? Теперь, зерно, попавшее в нижнюю часть, значит, там стоят решета, которые отбирают мелкие примеси. То есть, битое зерно, колотое. Это вот эти решета, да? Да, эти решета. Чем он хорош? Что решета стандартные, выпускаются они в Воронеже, в Харькове. То есть, это не проблема. Размер какой решет стандартный? Ну, размер решет уже устанавливается в основном от примесей. Нет, я имею в виду размер полотна. А, он стандартный, там 790 на 900, по-моему, 90. А, как оно за ВС, как я понимаю? На ВС, да, все оно стандартное. Значит, мы дошли до того, что легкие примеси падают вниз, в те лотки, там стоят лотки внизу. Мелкие примеси. Двухсекционный, трехсекционный, четырехсекционный, от зависимости от его производительности. Это, например, 100 тонн в час. Если меньше нужно, нужно сделать две секции. А четыре секции, это будет до 200 тонн в час. Я правильно понимаю? Эта машина дает примерно тот же эффект на выходе, что и ОВС, например, старая. Ну, будем говорить так, это, да, это предварительная очистка. Ее, конечно, можно использовать и для калибровки, но эта машина специально стоит на завах для предварительной очистки зерна и получения товара. Просто бывает, знаете, вот предварительная очистка на обычной машине МПО, да, которая там воздухом очищает и сеткой с крупной ячейкой. Но, насколько я вижу, здесь более тщательная очистка идет, нежели сетка с воздухом. Да, ну, принцип, это предварительная очистка все равно. Вещата меняются очень легко, очень легко откручиваются вот эти вот вещи, два хомута снимаются, откручиваются эти планки и она вытягивается. Какой в итоге процент ссорности мы получаем на выходе? Да. Примерно, плюс-минус. Ну, смотря какой исходный материал. А, ну, в зависимости от... Да. Ну, наша здесь главная задача очистить его от легких примесей и очистить его от битого, колотого, то есть от легких примесей и пыли. И от некондиционного зерна. А товарное зерно выходит... Ну, товарное зерно может быть по размеру различное. То есть, вы же видели, там ячейки до 15, а тут ячейки очень маленькие. Поэтому это идет товарное зерно. Для семенного материала, чтобы получить, мы должны товарное зерно переработать для пассивного зерна. Понял. Что касается вот этой машины, в чем ее преимущество между... По сравнению с какими-то аналогами, например, предварительной очистки. То есть, ну, я смотрю, конструкция... Не многие используют такую барабанную конструкцию. В чем ее преимущество? Ну, во-первых, она достигает производительности хорошей при увеличении секции. И чистит она... Преимущество в том, что, во-первых, используются решета стандартные. Никаких не импортных, ничего. То есть, это... Механизм очистки еще идет. Вот видите, наружный барабан, если засоряется, вот это вот идет механизм очистки роликами, которые... Выдавливают застрявшие... Да, выдавливают застрявшие семена. Довольно-таки, я смотрю, грамотно продуманно, потому что он прям полностью по всему полотну. Ну, да, по всему полотну, чтобы продавливать семена. И когда еще идет перескакивание их вот через эти вот планочки, еще идет небольшой встряской, то же самое. Где мелкие застрявания, они их выскапывают. Понятно. Насколько надежна эта машина? А смотрите, что здесь... Чему здесь ломаться? Здесь ломаться нечему. То есть, здесь даже, получается, нет поступательных движений никаких? Нас запатентованы. Вот привод ее стоит, двигатель, редуктор. Висит она на таких вот ремнях с одной и с другой стороны. Вот и все. Тут ломаться, собственно говоря, нечем. И подшипники у вас, чьи, смотрю, здесь стоят? Не знаете, да, подшипники? Ну, подшипники берем, Россия, чьи они сейчас, скорее всего, наверное. Ну, я так понимаю, здесь особо большой нагрузки на них нет? Нет, конечно, нет. Их держат, вот это, это просто поддерживающая. То есть, все это висит на ремнях, правильно? Да, это поддерживающая ось, все лишно, все лишно. Поэтому здесь, как говорится, таких больших вещей, которые могут быть... Обороты как-то настраиваются? И вообще нужно ли их настраивать? Ну, обороты здесь нет, не настраиваются, в принципе. Определенные обороты идут через редуктор. Да и настраивать их здесь не нужно. Так, ну, хорошо. А вообще, в принципе, эту машину можно... Может кто-то купить себе отдельно, без семенной линии, например? Мы любую машину из этих всех вещей можем продавать отдельно. Поставить себе человек, может, назад и все, да? Кстати, ее можно использовать для калибровки. Если, например, поставить первые там две секции для мелких отходов разных, а вторую там поставить для какой-то калибровки, ну, сетку чуть побольше, мы можем калибровать чего-то. Ну, для первичной очистки этого не надо, зачем? Ну, в целом, если кому-то надо, можно. Любая калибровка, любая семенная подготовка тянет к себе уменьшение производительности, потому что при большом объеме мы не получим семенного материала. Так, понятно. По этой машине нам все ясно. Значит, получили мы предварительно очищенное зерно после этой машины. Дальше что получаем? Засыпается оно в этот бункер. Ну, бункер может быть разным. Вероятно, здесь какой-то лоток идет, да? Ну, можно даже поставить норью там или... Это уже дело потом обсуждаемое. Технический вариант. Обычно ставят такие машины на залах. А зал это, ну, сами понимаете, что такое зал. Там большие количества, оно всыпается в бункер. Как перемещаться, это уже вариант третий обсуждаем. Эта линия состоит... И вот первоначально эти все нори сделаны, опять же, тихоходные. У них скорость 0,8 метров в секунду. Обычная скорость у них тихоходных какая? Ну, у них гораздо выше скорость. То есть это сделано для того, чтобы... Это сделано все для того, чтобы не травмировать зерна. И лотки сделаны так, что... Обычно нори, она выбрасывает лотком зерно. Оно ударяется и травмируется. А это сделано так, что лоток переклоняется и ссыпается по предыдущему лотку. И она плавно, да. А можем посмотреть на этот лоток? Да, вот он. Ну, вон они лотки. Вот эти лотки. Ну да, у них конструкция другая. Вот. Еще один вариант, значит, нетравмирования зерна. Приводной барабан здесь не плоский. Он специально сделан и запатентован. И там конструкция такова, что в любом случае, какую-то часть зерна просыпается из лотков. И она падает вниз. Попадая между лентой и барабаном обычным, она, ну, нарушая, травмируется. Ну, плюс лента растяется, может быть. Да, а тут сделан так барабан, что все зерно, которое попадает, оно выбрасывается. Ну, нужно посмотреть просто на его конструкцию. Там возможно это увидеть? Да, сейчас они отойдут, и мы посмотрим. Ну, сама давайте конструкция посмотрим. Она состоит из секции. Секции можно разной высоты подбирать. Да, у нас цена идет на стандартную секцию, а плюс секции там 0,75 и метр 15. Можно набирать как нужно. Ну, для этой линии, вот стоять здесь Синурий, эта линия чем хороша? Для нее не нужно делать никаких дополнительных металлоконструкций, никаких там бетонных работ. То есть мы привезли на ровный пол, где-то твердый, поставили. В одном уровне все, да? Да, она даже не крепится. Ну, в одном уровне это, будем говорить, относительно. Ну, нужен твердый пол, покрытие, чтобы оно стояло. Она даже не крепится к полу, и она будет работать. В ней нет ни вибрации этой линии. Таких вещей плохих нет, чтобы она вибрировала как-то. Ну, по деталям давайте пройдемся там сейчас. Значит, смотрите, конструкция барабана, вот видите, вот такова. Ух ты! Вот. При вращении зерно попадает, которое ссыпается вот сюда и уходит назад в бункер. Это все дело запатентованное. А, то есть направление вот этих любер именно такое, чтобы туда зерно попадет? Да, да. Она же не цельная. Вы видите, она какая идет? Да. Получается, не сминается зерно. Не сминается. Она не попадает под ленту просто зерно. Это дело запатентованное нами, тоже российские патенты на ней есть. Так, вот какой-то лоток внизу я вижу. Ну, это лоток, это для очистки. Да, это лоток просто такого типа... Ну, можно лишнее достать. То есть удобно, в принципе, по часу, да? Значит, в дальнейшем это с этой нори перегружается в пневмо-сепаратор. Значит, сепаратор это воздушного типа. Здесь в воздушном потоке зерно разделяется на... То есть отбивается, что оставшийся мусор, то есть идет вторичная очистка. То, что осталось мусора, легких примесей уходит сюда вот. Можете показать наглядно, как это работает? Ну, в смысле, куда что идет, куда приходит. То есть вот сюда, я понимаю, попадает зерно, дальше что происходит. Здесь уже воздух, да? Значит, смотрите, вот вентилятор стоит. Вот воздух пошел, воздушный поток проходит. Вон туда идет. Зерно падает вот так вот. Сквозь него проходит воздушный поток. И разделяет его по удельному весу. И отбивает примеси. Да. Сюда у нас что, потяжелее падает, да? Да. А сюда камни, все. Ну, как принцип говорится. Тяжелое падает ближе, легкое падает дальше. Но мы ее не используем чисто, как вот машину для калибровки по удельному весу. Мы ее ставим, как для машины по вторичной, до очистки. Чтобы у нас на дальнейшее попадало более чистое зерно. Все, прошло, ну, это дело. Она отличается тем, что у нее есть сразу аспирация. То есть выход пыли. Она не пылит. Выход пыли сюда идет. И воздух здесь закольцован. То есть происходит вот такое движение. А, то есть внутри здесь происходит? Да, да, она закольцована. Воздух вот так вот идет и опять же. А, я вижу, вот туда идет и потом сюда. Да, да, да. Значит, то, что выходит из циклона, значит, подсасывается воздух из, там, отверстий, подсасывается воздух, которого не хватает для повторного. Угу. Понял. Ну, регулировка здесь воздушного потолка идет. Так, в итоге здесь мы получаем камни тяжелые, что-то, ну, камни, наверное, нет. Камни. Почему? Попадаются камни. Попадаются. То есть, если камень попался одинакового размера с зерном, он, естественно, пройдет туда. Все, и они здесь падают. Здесь они падают. А там самые легкие примеси. Да, там самые легкие. Ну, кроме пыли, пыль в циклона. И посредине мы что получаем? Ну, посредине мы получаем материал, который идет дальше на калибровку. В принципе, мы здесь... То есть со всех этих лотков, правильно? Да, мы можем делать один лоток, но эта машина может работать и отдельно, поэтому ставится эта фракция, которая может сортировать еще по отдельному весу на фракции. В зависимости от настройки, правильно? Да. Значит, зерно попадает в эту норю. Нори идентичная. И заходит в сепаратор барабанного типа калибратор. Так, этот сепаратор такой же, как там? Да, он такой же, только отличается размерами сит. Что нам нужно установить? Что мы калибруем? Какой материал там? Зерно, пшеницу, кукурузу. Ну, здесь уже более мелкие, получается, ситостоя бренды. Ну, почему? Значит, вот, например, для зерна у нас посевной материал, он от 2,4 мм до 3,2 мм. То есть нам нужно выделить эту фракцию, то есть откалибровать эту фракцию. Для кукурузы там есть много фракций, есть до 4-5 фракций. То есть именно вот этот интервал размера. Да, да. То есть калибрация по размеру, это происходит интервал величины зерна. Сепаратор барабанный, он такого же плана, все. Только все зависит от решет, который агроном сам выбирает, что ему нужно. Опять же, попадает оно в первый барабан, отсеивается уже зерно товарное, то есть крупное. То есть если больше 3,2 мм. Оно в товарку идет, да? Уходит в товарку, да. Если меньше, оно тоже в товарку уходит, но уходит в эти лотки. Все, другого тут нет. А то, что между ними остается, это уже семенной материал? Да, это семенной материал. Здесь же второй барабан, может быть, ставятся разные сета. Например, для кукурузы нужно 3 фракции или 4, ну, кто как хочет, можно 2 фракции. Поэтому ставится 1 фракция, там 1 размер сет, 2 размер сет. Значит, она делит тогда на такое зерно, такое, и выходит из среднего другого размера зерна. Все. То есть у нее есть какой-то верхний предел и какой-то размер, там, например, от 5 мм до 2. Воздушного сепаратора здесь нету в этой машине? Нет, здесь он, в принципе, не нужен. Ну, да. Практически оно происходит почти двойной очисткой воздухом. Здесь не применяется его. Все. И дальше? И дальше. Пойдемте дальше. Откалиброванный материал нужного нам размера попадает в эту норию и переходит на пневмостол. Что делает пневмостол? У него есть регулировки. Амплитуда колебаний, угол наклона в двух плоскостях. Он у нас калибрует по удельному весу. Очень хорошо калибрует по удельному весу. Пассивное зерно должно отличаться размером и удельным весом. Не отличаться, а должно соответствовать. Соответствовать, да. Если же мы делим на фракции, тогда нам нужно ставить сюда еще пару норий, чтобы фракции отбирать и отдельно их прогонять через пневмостол. Каждую фракцию через разный пневмостол. Да, потому что мы же не можем отделить фракцию, а потом все смешать. Но смысла в этом нет. То есть и каждую фракцию прогнать через пневмостол. Где отделяются? Зерно бывает внутри полое. Оно одинакового размера, но полое. Там выеденное чем-то, каким-то вредителем. Поэтому здесь оно отделяется. Может быть, какая-то мелкая палочка попадает. Здесь оно отделяется все по удельному весу. Как это работает? Ну, включается, происходит... Ну, это вибростол. Значит, здесь стоит вентилятор, который создает псевдопоток. Зерно как будто получается в взвешенном состоянии. То есть зерно вот здесь, на этой сетке. Да, то есть попадает вот сюда, в этот угол попадает. Тяжело уходит вон туда. А здесь получается фракция. То есть зерно по удельному весу одинаковое. То есть тяжело уходит туда, а это уходит сюда. За счет вот этого воздуха, да? Воздух создает... И наклона, правильно? Воздух создает... Как бы сказать, чтобы зерно... Левитирует как будто, да? Как будто лежит, но оно не давит на вот эту сетку. То есть понимаете? Оно только получает... То есть его вес уменьшен получается. Да. Оно получается колебательное движение. За счет этого тяжело уходит в одну сторону, а то, что нам нужно, уходит в другую сторону. И плюс наклон, наверное, сюда какой-то. Потом регулировка самих расходов воздуха, вот этого, что поддавливает. Ну, потому что зерно бывает тяжелее. Да. И это самое. И амплитуда колебаний разная. Вот это настройки такое. Так, хорошо. В чем особенность вот этого пневмострола перед какими-то, может быть, другими пневмостролами? Значит, особенность его в одном. Самое главное, что у него нет вибраций. Это очень важная вещь, что у него нет вибраций совершенно. Как это достигается? Ну, это за счет механических вещей достигается. Но он не обладает вообще вибрацией. Поэтому он может поставиться просто на пол, не крепя. Он никуда не уедет, никуда не... Ну, что? Зерно, уже полученное зерно, сцепается в норю. Оно передвигается вверх и выгружается в биг-беги. Ну, это такие мешки, они до тонны веса, берут тонну весом. Стоит клапан перекидной. Для чего? Значит, сначала... Механически. Механически, да. Сначала загружается в один биг-бег, наполняется, переключается в другой. Пока он загружается, этот подъезжает кара, взяла, сняла... А, прямо с этой рамочкой, да? Да, с этой рамочкой. Сняла его, другой зацепила, поставила. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!